Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Мы сегодня опять собрались вместе, чтобы изучать, исследовать, погружаться в салмы Давидовы, потому что это очень чтение интересное и, самое главное, чтение, вызывающее в нас чувство подчас удивления, потому что то, что раньше нам казалось текстом однозначно понятным, знакомым, банальным, на пробирку оказывается текстом неоднозначным, шокирующим, удивительным и вызывающим у нас подчас чувство изумления. И это и есть та цель, которая должна иметься в виду, когда мы читаем любой текст, и современный, и новый. Итак, сегодня с проталом экзегет мы будем говорить о псалме 68, о котором мы уже сняли ряд мини-лекций, таких вот небольших разговоров, и сегодня поговорим об этом псалме в общем, потому что тема нашего разговора является в крайнем, в большой степени актуальной и уместной. Итак, в чем проблема нашего сегодняшнего разговора? Когда мы читаем псалмы в русском ли-переводе, в славянском ли-переводе, очень часто или почти всегда возникает мысль, что это все псалмы более-менее одинаковые, какие-то похожие друг на друга тексты. Между псалмом 70 и 75 и 83, условно говоря, никакой большой разницы нет. Это все тексты, рассказывающие о Боге, о покаянии, о грехе и о святости и так далее. И когда у нас возникает такое ощущение, тогда совершается трагедия, потому что замысел самого Бога, замысел Духа Святого, замысел автора этого текста, он как будто бы попирается, он не срабатывает. Мы терпим фиаско при чтении Писания. Потому что в реальности каждый из псалмов является псалмом уникальным, неповторимым, как и каждый стих Лермонтова, Пушкина, Тютчева и так далее. То же самое касается и каждого из псалмов. И когда мы себе ставим как цель прочитать псалтирь за неделю, либо за день, или есть традиция, мы все с ней знакомы, вычитывать кофизмы на богослужение, то тогда возникает как раз вот и та самая ситуация, когда мы не понимаем уникального, неповторимого смысла содержания каждого из этих текстов. Ну что же нам получается остается в этой ситуации делать, дорогие друзья? Ну вот, как и мы с вами, неторопливо, никуда не спеша, никаких рекордов не достигая, никаких планов абстрактных не выполняя, читать неторопливо по псалму в день, по полупсалмию в день, по стихам, может быть, в день, обращаясь к разным переводам, возможно, постигая, как-то вот узнавая элементы, какие-то, не знаю, хотя бы графику древних языков, еврейского и греческого, используя комментарии, используя разные переводы, при таком подходе свершается чудо. В ходе этого чуда мы обнаруживаем уникальный, неповторимый лик каждого из этих текстов. Но, разумеется, это дело непростое, друзья. Я сам вот занимаюсь этим, многие года, даже десятилетия изучаю и филологию библейскую, и саму библистику, и мне это подчас не получается сделать с первого раза. Бывает, садишься за псалом, изучаешь его, читаешь, читаешь комментарии, и долгое время вот как будто бы имеешь дело с чем-то банальным. Ну, ты уже это читал, ты уже с этим имел дело, ты уже это комментировал. Что в этом псалме необычного и уникального? И вот спустя какое-то время, это бывает, не знаю, может быть, третий заход, третий день работы с псалмом, открывается какое-то уникальное слово, редкое слово, встречающееся в этом псалме. Или самое главное, это вот самое большое подспорье, когда какой-то образ или метафора, или сюжет, или состояние оказывается главным, центральным в этом псалме. И вот в псалме, с которым мы сегодня имеем дело, такая метафора есть. К счастью, это метафора утопающего человека, это псалом утопленника. И вот раз так, раз мы находим неоднократное подтверждение этого состояния в тексте, тогда нам легко с этим псалмом иметь дело, нам легко его запомнить, нам легко в дальнейшем к нему обращаться, мы как будто бы обнаружили лик, что ли, лицо этого псалма, мы с ним познакомились. Это похоже, когда приходит преподаватель в школу, в класс, работает с детьми, и вот я тоже работал в школе, и поначалу первые какие-то уроки ты имеешь дело с массой, в которой все одинаковы. Ну, максимум, что можно обнаружить, то, что есть мальчики, есть девочки. Но потом в ходе взаимодействия, контакта, разговоров, ты понимаешь, что эти люди все супер уникальные, да, неповторимые, несводимые друг к другу. Нельзя их как-то в общем обобщить, в общем о них говорить. Для того, каждый из этих детей, школьников, является уникальным человеком, хоть и таким маленьким, еще развивающимся. Тоже самое псалмы. Каждый псалм уникальный в своем роде. И вот в этом псалме, псалме печальном, есть та самая центральная метафора, центральный образ. Человек, лирический герой этого псалма, он тонет, его охватывает страх, чувство безнадежности, беспомощности. Он находится на пороге гибели, катастрофы. И вот об этом нам возвещают многие стихи этого псалма. Ну, какие стихи? Давайте почитаем. Не весь псалм, а какие-то основные места этого текста. Итак, эта метафора появляется в первом стихе этого псалма. Читаем в славянском переводе. «Спаси мя Боже, яка в недоше воды до души моей я». Или вот перевод РБО. «Боже, спаси меня, поднялись воды до самого моего горла». О том, почему в переводе славянском «душа», а в переводе РБО «горло» мы говорили, об этом мы сняли отдельный ролик. Скажу вкратце, слово еврейское «нефаш» обозначает как душу, так и область горла, шеи, гортани, рта и так далее. Итак, вот видите, человек находится до того, в беспомощности, что воды поднялись до уровня уже его рта, его горла. Еще немножко, и он будет уже захлебываться, тонуть. Дальше, стих 3. «Я в тряси не увяз, нет мне опоры. Я тону в глубоких водах, и уносит меня поток. От крика я изнемог, пересохшее горло горит, и я все глаза проглядел, где же помощь от Бога». Видите, это вот состояние крайней паники, когда у человека вокруг влага, вода, чистая или грязная, но у него пересохает горло, потому что ему страшно, он на пороге гибели. «Вытащи меня из трясины, не дай утонуть, от врагов избавь, из пучины спаси». Это стих уже 15, мы перепрыгнули. Вот видите, трясина и вопль. «Не дай мне, Боже, в трясине утонуть, завязнуть, из пучины меня спаси». И вот стих 16, «Не дай потоку меня унести, пусть бездна не поглотит меня и не сомкнет своих челюстей могила». Вот тоже вот еще сильный образ, не самый частотный в псалтире. Видите, еще одна такая сильная политическая метафора. Есть могила, и у нее есть пасть. И этой пастью она пожирает людей, лишает их жизни. И вот просьба этого человека утопающего, чтобы вокруг него, его души, его тела не сомкнулись бы челюсти жадной смерти, жадной, голодной до жизни могилы. Вот видите, в разных местах, стих 2, 3, 4, 15, 16, встречается одна и та же метафора. И в этом отношении, то есть постоянно, как будто бы автор возвращается. Он там другие есть уже, но в конце концов, он опять говорит, а впрочем, я тону, впрочем, я утопаю, впрочем, я почти уже являюсь утопленником. Спаси меня, чтобы так вот не оказалось. Всегда есть интерес ученых, читателей, комментаторов, экзегетов писания, псалмов, узнать, кто же является настоящим, действительным автором этого текста. Ну, мы знаем о том, что большая часть псалмов подписана, хотя не все, далеко не все подписаны именем Давида. Там есть другие авторы. Известно всем ученым, что надписание Давидова, это очень часто или как правило, это позднейшее надписание. Такой был процесс, называется давидизация псалатири, когда тексты, появившиеся в эпоху плена, даже после плена, все-таки относили к Давиду как к автору или как к родоначальнику этой традиции. Он был первый псалмопевец, и поэтому, условно говоря, другие псалмы могут быть названы тоже его именем. В этом нет, друзья, ничего скандального и страшного, потому что понимание авторства в новое время, в новейшее время и в древнем мире было совершенно разнообразным. Понимание авторства в нашем понимании отсутствовало в древнее библейское время. Так вот, нас не может не удивить и порадовать то, что, возможно, мы знаем действительное имя этого автора. Есть такое предположение, высказанное учеными в XIX веке, что этот сам порок Иеремия является автором этого текста, этого поэтического творения. Потому что в жизни Иеремии был подобный эпизод, который описан в его книге «Колова 37 мая», книга пророка Иеремия, и там описывается такая же ситуация. И, возможно, то, что пережил и описал Иеремия в своем труде, в своей книге, он потом еще в виде какого-то псалма выразил, описал, представил в публике. И вот тогда мы имеем, получается, два рассказа в псалмах и у самого Иеремии об этом эпизоде. Ну, давайте почитаем. Параллели, друзья, будут довольно сильные. Итак, Иеремия, глава 37 мая, стих 3. Начинается эта глава с того, что Иеремия делает то, что вызывает раздражение у политиков, у руководителя, у царя и у полководцев этого города. Он, Иеремия, предсказывает поражение, захват и завоевание со стороны павелонских сил и войск. То есть, он говорит евреям, вы проиграете. И, конечно же, эти слова накануне битвы не могут не вызывать у полководцев, у генералов и у руководителей этого города и народа раздражение. Ну, давайте будем читать и комментировать. Итак, вот слова Иеремия. Так говорит Господь. Этот город будет отдан войску царя Вавилонского. Царь захватит город. Вот его грустная вещь, грустное пророчество. В Лимуже сказали царю, надо убить этого человека, ибо он, говоря такие слова, ослабляет воинов, оставшихся в городе, и весь народ. Не добра он желает народу, а только зла. Вот такое мнение вельмож, знати и генералов. Царь Седекия сказал, он в ваших руках, ведь царь пред вами бессилен. Как будто бы царь, как Понтипилат, это очень важное, мы в конце этой параллели вернемся, говорит, я умываю руки. Да, у вас есть власть, сила, сами делайте с ним то, что хотите. Иеремию схватили и бросили в яму для воды. Да, такой большой колодец, но немножко широким устьем, настоящая яма. Да, и вот она в сезон дождей наполнялась водой, была запасом воды. Видимо, не очень чистой, но для скота, для поливки годилась эта вода. И вот бросили в яму для воды. Эта яма на дворе стражи принадлежала царскому сыну Малки. Иеремию туда спустили на веревках. Спускают. Не бросают, а спускают на веревках. В яме тогда не было воды, а только жидкая грязь. И в эту грязь Иеремия погрузился. И это, друзья, наверное, нечто еще более жуткое и страшное, чем даже тонуть в воде. Потому что с водой как будто бы мы имеем дело в своей жизни. Мы с ней знакомы. Но вот утонуть в грязи, быть тем, кого она засосет, и вот там погибнуть, это, мне кажется, гораздо более печальная и грустная участь. Эведмелех, кушит евнух при царском дворце, услыхал, что Иеремию бросили в яму. Царь в это время сидел у Вениаминовых ворот. Эведмелех вышел из царского дворца и сказал царю. «Владыка мой царь, то, что сделали эти люди с пророком Иеремией, злодейство. Они бросили его в яму, и он умрет там от голода, ведь в городе нет уже хлеба». Вот видите, значит, смерть, она как будто бы неизбежна, но она будет не сейчас. Ты будешь долго погружаться в эту грязь. У тебя в этом рву, в этом колодце, колодце, не будет воды, чтобы попить, грязь пить мы не можем, поэтому его горло пересохло, хотя он тонет. Видите, довольно сильные параллели с псалмом. И его будет мучить жажда еще и голод. Царь приказал Эведмелеху кушиту. «Возьми оттуда 30 человек и подними пророка Иеремию из ямы, пока он не умер». То есть, видите, царь Садеттион, царь, видите, такой немножко малодушный, метущийся. Кто на него надавит, того он и слушается. И он приказывает, чтобы, ладно, пускай он там посидел, возможно, поумнел, доставайте его. И вот Эведмелех это и делает. Он взял с собой людей, пришел в царский дворец, в колодовую одежды. Он забрал оттуда старые тряпки и изношенную одежду и спустил все это на веревках в яму к Иеремии. Вот записывается даже такие детали, очень довольно колоритные. Видите, нет веревки. Возможно, воины веревку не дают. Да, дай веревку, не дадим. Это хулиган, это злодей, мы его хотим, чтобы его тут не было. И вот Эведмелех делает веревку из того, что у него было в распоряжении. Старая одежда и тряпки. Эведмелех кушит, сказал Иеремии, обвяжи себя веревкой под мышками, а под веревку подложи старые тряпки и изношенную одежду. Иеремия так и сделала. «Стали поднимать Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И осталась Иеремия на дворе стражи». Вот Иеремия оказался спасенным, молитвы его были услышаны. Царь коснулся сердца Седекия и, самое главное, этого кушита или по-нашему эфиопа Эведмелеха. И он спас пророка Иеремию. Возможно, этот опыт, это переживание на дне этого колодца, этого рва и было отражено Иеремией в Псалме 68. Заканчивая разговор об этом Псалме в общем, о главной метафоре этого Псалма, скажем еще очень важная вещь. Этот Псалом является вторым по цитируемости в новозаветном корпусе текстов. Лишь Псалом 21, тоже который рассказывает о том, что Бог человека оставил и так далее, цитируется чаще, чем этот Псалом 68. Да, этот Псалом очень частотный. На него его используют и апостолы Павел, и евангелисты. И самое главное, этот Псалом использует Иисус Христос в момент своих страданий на Христе. И тогда получается, что для Христа этот образ человека утопающего, тонущего, был важным образом, помогающим ему осмыслить, выразить свое положение. И тогда, раз так, то и для каждого из нас, попавших в ситуацию беды, беды, катастрофы, мы потерялись в лесу, мы тонем, нас несет куда-то не туда стихия жизни, мы заболели, или у нас какой-то конфликт ужасный в семье, на работе. И вот тогда мы можем этот Псалом читать, молиться теми словами, потому что мы, как Иеремия, как Иисус Христос, являемся теми самыми тонущими, погибающими людьми. Раз так, нам нужна помощь Бога. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Помощником в нашем разговоре был, есть и будет портал экзогет.ру. Всего хорошего, не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Дорогие друзья, спасибо за внимание.